Выбор будущей профессии – ответственный и серьёзный шаг. И этот шаг сегодняшним выпускникам помогают делать преподаватели СГУ, которые заинтересованы в грамотных и высококачественных специалистах. Мы поговорили с проректором университета, который сам был студентом этого вуза, и о том, что изменилось за это время. То, чего не было тогда ещё развито, и что сегодня развивается, это вопросы, связанные с IT-технологией. Наверное, нам приходилось на тот момент где-то самим чего-то изучать дополнительно, где-то читать самим. На сегодняшний день возможности и условия для студентов созданы достаточно большие. Вуз, на мой взгляд, должен сегодня создавать широкую гамму возможностей. Это для занятий спортом, это и для волонтёрской деятельности, и для общения, и общения в сети, в интернете. Некогда абитуриенты сейчас активно участвуют в студенческой жизни университета. На вопрос, сложно ли было поступать, отвечают. Вообще не было сложно, потому что я успешно подготовилась к ЕГЭ, я была уверена, что 100% сюда поступлю, поэтому я не переживала. Единственная сложность была с выбором профессии, но приёмные комиссии мне помогли. Год назад я сама была абитуриентом, теперь я буду работать в приёмной комиссии, буду техническим сектором, и буду очень сильно ждать всех ребят у нас в вузе, потому что у нас очень крутая атмосфера, очень классные преподаватели и очень крутой вуз. Самый главный совет будет для ребят не переживать и верить в себя. А вот кто может поступить в высшее учебное заведение, на этот вопрос нам ответила ответственный секретарь приёмной комиссии Ольга Майбина. Основная масса поступающих – это выпускники школ, и они приходят с результатами ЕГЭ. Довольно большая часть – это поступающие, которые закончили колледж. Вот у них есть право сдавать как ЕГЭ, так и сдать экзамены у нас. Ну и есть ещё некоторые категории, которым можно сдать. У нас вступительные испытания, даже если они закончили школу, это лица с инвалидностью и иностранные граждане. Мы даём возможность всем как-то реализовать своё право на образование. В вузе помимо образовательной деятельности есть все условия для активных занятий, но и про отдых ребята не забывают. Самое популярное место у студентов – это зона каворкинга. На сайте университета размещена подробная информация о приёмной кампании 2023, где будущие студенты смогут узнать об особенностях подачи документов, познакомиться с факультетами университета, направлениями, специальностями, на которые можно поступить. Ксения Синяцкая, Дмитрий Петрий. Время новостей.